Андрея Садовского смело можно назвать молодым ветераном областного конкурса. На эти состязания токарь из Боровска приехал уже в третий раз. Пусть опытный участник еще ни разу не смог одержать победу, это никак не сказалось на его энтузиазме. Молодой специалист уверен, подобные конкурсы только укрепляют веру в собственное дело. Сейчас такие дни в наше время без токаря ни одного производства не стоит. Это основная рабочая сила завода. Я уже работаю токарем в 6 лет, уже пошел 6-й год и не жалею ни в коем случае, что я выбрал такую профессию. На тропу профессиональной войны вместе с Андреем вышли еще 17 участников из Калуги и области. Задания традиционные – ответить на теоретические вопросы и выточить на станке деталь 4-го разряда. Ученик такую сделать не сможет, а вот профессионалы изготавливают ее с легкостью. Критерии – это в основном скорость изготовления детали и ее качество. То есть деталь имеет определенные параметры, которые исполнители, то есть участники соревнований, должны изготовить качественно и в срок. Это основные критерии. Плюс это соблюдение технологии обработки и техники безопасности, соответственно. Подобные конкурсы в регионе проводятся постоянно. Как в рамках одного завода, так и в масштабах города или области. За счет этого поднимают престиж рабочих профессий. А значит, молодежи, которые могут работать руками, становятся все больше. Более-то такой общероссийский, я бы сказал, общемировой тренд соревнований по рабочим профессиям. В частности, есть такой конкурс WorldSkills международный, олимпиада рабочих профессий, которая сейчас в России тоже активно включается, в наш регион тоже включился. Вот мы как раз благодаря таким конкурсам будем повышать профессионализм наших ребят. На главное задание – изготовление детали – отводится 60 минут. Но большинство молодых профессионалов справляется быстрее, за что начисляются бонусные баллы. А по итогам двух этапов жюри определит трех лучших из лучших. Победители получат денежные призы, а также возможность представлять Калужскую область на всероссийских соревнованиях.